Идет война, относиться к этому надо с пониманием, без истерик, так что работаем, понимаем, что будет эскалация, ну да. Да. Чем быстрее, кстати, люди, проживающие в Москве, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Санкт-Петербурге, осознают, что война идет и перейдут на военные рельсы, тем быстрее мы победим. Пока будет ощущение, что это все где-то там и все это ни о чем, будут проблемы. Это надо понимать. Ребят, это серьезно. И это завтра не рассосется. И эта война затронет каждого. Мы воюем с НАТО. Это надо понимать. НАТО поставило все на уничтожение России. Это просто надо понимать. Закончатся у украинцы, пойдут поляки больше, чем сейчас. Поэтому бдительно, без паники, спокойно и задать себе вопрос. Что я сделал для победы? И что я делаю для победы? А Киев? Киев разобрать. Одессу разобрать. Харьков, Днепр, Львов, Ивано-Франковск. Не надо суетиться, не надо себя сейчас доводить до истерик, не надо настраиваться. Надо работать. Работать. Спокойно и системно. Сейчас, когда многие осознают реальность происходящего, действуйте, исходя из законов военного времени. Несейте панику, сохраняйте трезвый разум и думайте о том, что фотографируете и что выкладываете. Телеграм-канал Соловьев. Погода. Доброе утро. Ну что, ПВО работает хорошо. Молодцы, красавцы. Здравия желаю, Владимир Рудольфович. Ну, очевидно, что, в общем-то, этот нацистский режим должен быть просто уничтожен на корню. И вот вообще формат операции, конечно же, должен быть изменен вплоть до объявления войны. Мы должны очистить нашу русскую землю. Ну, согласись, правильно пишет наш друг, профессор Дмитрий Истафьев. С тактической точки зрения, атака беспилотников на Москву продолжение первой войны Киева. Может быть, только если чуть раньше на Украине было попадание нашими в какую-то очень важную точку. Патриот, допуская. Но, думаю, куда-то и еще. Ну, судя по вчерашней реакции, да, это были очень болезненные удары. И поэтому, в общем-то, вот такая история. Спокойно, размеренно, воюем и побеждаем. Воюем и побеждаем. Иначе быть не может. Иначе быть и не должно. Так, Андрей Францович к нам присоединяется. Андрей Францович Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов. Военный эксперт. Андрей Францович, что думаешь? Доброе утро, Владимир. Доброе утро. Все очень просто. Пока болото не осушим, комары будут лететь в нашу сторону постоянно. То есть нужно с этим... Очень точно. Да, нам нужно понимать, что это новая реальность. И сейчас нужно сосредоточиться на борьбе с этими комарами. Здесь, конечно, очень важен наш военно-промышленный комплекс. Как успеет он быстро среагировать? Как мы быстро сможем нарастить количество зенитно-ракетных комплексов, которые готовы бороться именно с такими средствами? Я считаю, что пора повышать градус. Но плюс мы же понимаем, что все беспилотники и все прочее работают у американцев, пока есть Старлинг. Поэтому если аккуратненько долбануть ядерным оружием в космосе, то никакого Старлинг не будет. Владимир Владимирович, полностью с вами согласен. Вот смотрите, у американцев своих спутников немного. У них порядка 40 спутников. Остальные 400 — это коммерческие и гражданские. При этом некоторые компании имеют 5 спутников, у кого-то 2 спутника. Поэтому для них потеря даже одного — это очень серьезные коммерческие риски. И сбитие коммерческого спутника, сказать, что, господа, ваши спутники следующие, вы будете обанкрочены. Во-первых, это не факт, что это будет казус Белли. Это все-таки коммерческие, это не государственные, это не военные спутники. И второе — это немного охладить пыл вот этого вот заработка денег, которые сейчас они все массово стали поставлять, разведданные для Украины, плюс связь, которая идет. Да, это шаг, который, возможно, приведет к какой-то определенной эскалации. И я не исключаю, что может быть какой-то ответ на удар по нашей спутниковой группировке. Но опять же, если мы воздействуем на коммерческие, а тут будут на наши военные, это уже совсем другой подход. А затем, а что мы так боимся эскалации? Они взорвали наши газопроводы и ничего. Они атаковали наш корабль и ничего, при том в зоне экономической, особоэкономической зоне Турции, и ничего. То есть, ну, хорошо, ну, эскалация и эскалация. Спасибо большое, Андрей Францович. А сейчас у нас погода. Вот такая у нас погода. Вот такая. Ясная. Военная. Владимир Владимирович, ну, здесь Посейдон, который может скипятить Северное море вокруг Британских островов. Это так, для начала, что называется, для Астраски. Ну, а что касается анонсированного контрнаступления, ну, что называется, поскорей бы устроить им по полной программе.